Превосходство одной расы, религии или национальности над другой, оправдание терроризма и пропаганда нацистской символики. Если что-то из этого есть в соцсетях, владельцы аккаунта могут заподозрить в экстремизме. Ежегодно в Самарской области фиксируют и блокируют до тысячи подобных сайтов. Тему ксенофобии в Самарском доме дружбы народов обсудили общественники и представители этнических диаспор при участии сотрудников областного главка полиции. Основная сейчас проблематика экстремизма – это распространение в сети интернет. К сожалению, молодое поколение сейчас у нас активно использует аккаунты интернет-ресурсов сети интернет, вовлекаясь различными структурами. Мы это тоже видим, отслеживаем. Как правило, эти структуры находятся за пределами нашего государства. Они призывают к какому-то превосходству, опять же повторюсь, по национальному признаку, по религиозному признаку. Для того, чтобы сеять разлад и невзаимопонимание между представителями разных националов и конфессий. Борьба с экстремизмом в интернете сегодня ведется комплексно. В помощь сотрудникам полиции приходят волонтеры и добровольные дружинники. Благодаря их бдительности в этом году удалось обнаружить два преступных ресурса. Все подозрительные сайты исследуют аналитики Центра по противодействию экстремизма. Организаторам незаконных сообществ грозит до 12 лет тюрьмы. Слава Богу, в Самарской области у нас очень много руководителей национально-культурных объединений, которые контролируют, я это действительно так, свой народ. На сегодняшний момент мы с вами живем действительно в полной мере в цифровом обществе. И все те проблемы, которые раньше мы могли решить локально, сейчас они в рамках вирусных видео. В Самаре идет неделя всероссийской акции с ненавистью и ксенофобией «Нам не по пути». Ее цель – предупредить любые возможные вспышки межнациональной распри в регионах. В случае, если вы стали свидетелем религиозного, национального или политического экстремизма в реальной жизни или онлайн-пространстве, вы можете обратиться на сайт МВД в разделе «Прием обращений». Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.